Весной 56-го, сразу после 20-го съезда, Борис Пастернак отдает в Госли-Тестат журналы «Знамя» и «Новый мир» рукопись своего романа «Доктор Живаго». Оттепельная весна 56-го кажется Пастернаку реальным временем до выхода романа. Журналы тянут с ответом. Слух о романе Пастернака по интеллигентской Москве уже ходит. К тому же, еще в 54-м году стихи из романа были опубликованы с уточнением, что они из «Доктора Живаго». В мае при посредничестве итальянских коммунистов начинаются разговоры о возможности публикации романа в Италии. Наконец, в сентябре предколлегии московских журналов определяются с позицией. Они расценивают роман как антисоветский и отказывают в публикации. Хотя Симонов, бывший главредом нового мира, говорит, куда умнее напечатать роман в Союзе, чем делать его пропагандистской добычей на Западе. Тем не менее, Пастернаку направляется письмо с отказом. Но Пастернак к этому времени уже передал рукопись в Италию, а потом и в Польшу с одной из делегаций, побывавшей в переделке. Стремление издать «Доктора Живаго» на Западе – это вольность, порожденная 20-м съездом. Пастернак в 1956-м полагает, что эта вольность уже не сопряжена с риском для жизни. Власть, ошарашенная поступком Пастернака, ведет себя нехарактерно. По указанию из Президиума ЦК, на уровне отдела культуры ЦК и силами Союза писателей, Пастернака уговаривают вернуть рукопись романа в СССР. 7 января 1957 года Гослитесдат заключает с Пастернаком договор на издание «Доктора Живаго». Пастернак в ответ должен убедить итальянского издателя Фильтринелли остановить издание и выслать рукопись. Гослитесдат готовит соответствующий текст телеграммы для подписи Пастернаку. Пастернак отказывается подписывать телеграмму. В феврале 1957 года Пастернак отправляет в Италию телеграмму с просьбой задержать публикацию романа на полгода до выхода «Доктора Живаго» в советском издании. Выход романа в СССР переносится с месяца на месяц. В результате в конце 1957 года «Доктор Живаго» издается в Италии. В ответ отдел культуры ЦК требует, чтобы Пастернак встретился в Доме дружбы с иностранными журналистами и выразил протест по поводу выхода его романа в Италии. Пастернак отказывается. Однако встреча с иностранными журналистами состоится. У Пастернака на даче в Переделкино Пастернак скажет «Я сожалею, что мой роман не был опубликован у нас. Роман подвергся критике, но его даже никто не читал». Эти слова 18 декабря 1957 года публикует газета «Монд». Конечно, при Сталине такое было невозможно. Это действительно оттепель. В Европе начинается кампания по выдвижению Пастернака на Нобелевскую премию. Чтобы не допустить издания романа в других странах, в Париж командирован поэт Сурков. Писателя Панферова, который в это время лечится в Оксфорде, обязывает вести работу против издания «Доктора Живаго» в Англии. Ни Сурков, ни Панферов успеха не добиваются. На Нобелевскую премию в 1958-м Пастернака выдвигает Нобелевский лауреат 1957-го, писатель Альбер Камю. 23 октября 1958 года Пастернаку присуждают Нобелевскую премию. Он приглашен в Стокгольм на вручение 10 декабря. Пастернак отвечает в Нобелевский фонд «Телеграммой». Бесконечно признателен, тронут гор, удивлен, смущен. Власть в Москве, однако, не считает, что Нобелевская премия Пастернаку – это признание величия русской литературы и повод для национальной горности. Напротив. Уже на следующее утро начинается осада Пастернака с тем, чтобы он отказался от Нобелевской премии. На переговор к Пастернаку направлен писатель Федин, его сосед, по даче. В это время на даче у Федина сидит и ждет начальник отдела культуры ЦК Поликарпов. Федин грозит Пастернаку карательными последствиями, говорит, что уже завтра пойдет компания в прессе. Пастернак отвечает, что не откажется от оказанной ему чести. После ухода Федина Пастернак идет советоваться к соседу, писателю Всеволоду Иванову. Иванов под впечатлением от визита Федина, но говорит, что Пастернак достоин любой премии. К Пастернаку приходят с поздравлениями Чуковский с внучкой. Тут же в доме журналисты западных газет. Мудрый Чуковский советует Пастернаку поехать к секретарю ЦК Фурцевой. Пастернак не едет, но пишет Фурцевой письмо. Мне кажется, что честь оказана не только мне, а литературе, к которой я принадлежу. Кое-что для нее, положа руку на сердце, я сделал. Я не предполагал, что все будут решать топором. Это письмо не отправлено. В тот же день, 23 октября 1958 года, к вечеру, Пастернаку вручают повестку на заседание правления Союза писателей по вопросу о действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, несовместимых со званием советского писателя. Заседание должно было состояться на следующий день, но его передвигают на 27 октября. Надо привести определенную подготовительную работу, чтобы не было неожиданности. Как-никак речь идет о Нобелевской премии. Нужно, чтобы никто из советских писателей не дрогнул. 25 октября в литературной газете появляется редакционная статья «Провокационная вылазка международной реакции». А в правде – статья Заславского «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Это традиционная советская политическая кампания. Ее задача – определенным образом сформировать массовое общественное мнение. Главный канал для этого в 58-м году по-прежнему – газеты. Хотя телевидение в конце 50-х уже существует. В 58-м количество телевизоров в стране превысило миллион. По телевидению уже транслируют футбольные матчи. 27 октября в Белом зале Союза писателей начинается собрание по делу Пастернака. Зал набит битком. Пастернака нет. Более того, он присылает в президиум заседание совершенно независимое по духу письмо, которое зачитывают и которое встречено с гневом и возмущением. Председательствует писатель Тихонов. Докладывает писатель Марков. Выступают писатели, давние поклонники творчества Пастернака. Все клеймят и роман, и автора. Заседание идет почти целый день. Накануне на партгруппе Твардовский и неожиданно Грибачев выступили с отличным от общего мнения. Твардовский предлагал вспомнить, сколько раз нужно отмерять и сколько отрезать. Грибачев ссылался на возможный вред в международном плане. 27 октября 1958 года постановление о лишении Пастернака звания советского писателя и об исключении его из членов Союза писателей принято единогласно. Но 26 писателей, сославшись на разные причины, на заседание не пришли. И это для них не имело никаких последствий. В постановлении говорится, учитывая политическое и моральное падение Б. Пастернака, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания войны, лишить Б. Пастернака звания советского писателя. Постановление публикуется в литературной газете и правде. Дальше газеты печатают возмущенные отклики граждан со словами «Предательство от щепенец». По распоряжению ЦК Пастернаку присылают врача, чтобы пресечь возможную попытку самоубийства. 29 октября, через день после заседания, Пастернак отправляет в Стокгольм телеграмму. «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, которому я принадлежу, я должен от нее отказаться. Не сочтите за оскорбление мой добровольный отказ». Другой телеграммой Пастернак уведомляет о своем отказе отдел культуры ЦК. Травля не прекращается. В нее включается первый секретарь ЦК комсомола, Семичастный. Как говорится в русской пословице, и в хорошем стадии заводится паршивая овца. Обратите внимание, глава ВЛКСМ Семичастный поносит Нобелевского лауреата Пастернака в том же самом зале Дворца спорта в Лужниках, где проходят знаменитые вечера молодых поэтов, поклонников Пастернака. Вот такая она оттепель. Как говорится в русской пословице, и в хорошем стадии заводится паршивая овца. Такую паршивую овцу мы имеем в нашем социалистическом обществе в лице Пастернака, который выступил со своим клеветническим, так называемым произведением. Этот человек взял и плюнул в лицо нашему народу. Свинья, она никогда не гадит там, где кушает, никогда не гадит там, где спит. А почему бы этому внутреннему эмигранту не изведать воздуха капиталистического, по которому он так соскучился и о котором он в своем произведении высказался? Пусть он стал бы действительным эмигрантам и пусть бы отправился в свой капиталистический рай. По воспоминаниям самичастного, именно Хрущев продиктовал ему эти слова. 31 октября 1958 года Московское отделение Союза писателей обращается в Президиум Верховного Совета с просьбой о лишении Пастернака гражданства и о высылке его из Советского Союза. Всемирно известные писатели встают на защиту Пастернака. Это Хемингуэй, Стейнбек, Присли, Грэм Грин, Олдес Хаксли, Сомерсет Моэм. Наконец Хрущеву звонит Джавахарлал Неру. Хрущев отказывается от идеи высылки Пастернака. Но Пастернаку навязывают для подписи тексты обращений к Хрущеву и в газету «Правда». Они опубликованы 2 и 6 ноября 1958 года. Евгений Пастернак, сын поэта, пишет «Никоим образом нельзя причислять эти обращения к кодексу текстов Пастернака». Письмо вправду завершается словами «Излишне уверять, что никто ничего у меня не вынуждал, и что это заявление я делаю со свободной душой, с гордостью за время, в которое живу, и за людей, которые меня окружают». После публикации обращений Пастернака международный скандал затихает. Теперь власть переходит к действиям на бытовом уровне. Гонорары за переводы Пастернаку не выплачиваются. Договоры расторгаются. Типографские наборы рассыпаны. Спектакли по пастернаковским переводам Шекспира и Шиллера сняты из репертуара театра. Жить не на что. 21 января 1959 года Пастернак пишет Хрущеву. «Я примирился с сознанием, что ничего из написанного мною самим никогда больше не будет переиздано и останется неизвестным молодежи. Но благодаря знанию языков я еще и переводчик. Я не думал, что эта полуремесленная деятельность, служащая средством заработка, будет мне закрыта». Газеты взахлеб писали, что Пастернак получил миллионы за изданный в Европе роман. На самом деле он занимает деньги на жизнь. Тем временем юридическая коллегия по иностранным делам сообщает Пастернаку, что у него на счетах в Швейцарии и Норвегии действительно большие суммы от издания романа. Пастернак просит у отдела культуры ЦК разрешение на получение некоторой суммы с обязательством передать часть денег в помощь престарелым писателям. В ответ от Пастернака требуют отказаться от всех гонораров, но перевести их полностью в Москву и передать их в официальный Советский комитет защиты мира, то есть отдать их той власти, которая его травит. Пастернак начинает писать пьесу о России времен крепостного права. Название пьесы «Слепая красавица» – символ исторического образа России. Пастернак начинает писать пьесу летом 59-го, а в 60-м он умирает. Драма с Пастернаком – это и есть оттепель. Пастернак передает рукопись доктора Живаго за границу. Он под впечатлением от антисталинского доклада Хрущева на 20-м съезде искренне полагает, что власть изменилась. Власть действительно изменилась. Она не ставит Пастернака к стенке, не арестовывает. Она допускает к нему иностранных журналистов, которые пишут о происходящем. Власть позволяет Пастернаку не явиться на заседание, где его разносят и исключают из союза писателей. Писателям, которые не хотят участвовать в травле Пастернака, разрешено не являться, без последствий. Но большинство является и ведет себя так, как при Сталине. Просто в качестве финала власть не гноит Пастернака в лагерях, как Мандельштама, а предлагает выслать за границу. Советские писатели поддерживают это предложение, но оно неожиданно. Это новость. Более того, многие советские писатели, представляя себе гонорары Нобелевского лауреата Пастернака, в душе завидуют перспективе высылки и безбедной жизни и работы за границей. Но тут заступается западная общественность, чего не могло быть при Сталине. И Пастернак остается на родине. Хотя, как при Сталине, его заставляют каяться и признавать свои ошибки. Но ведь оставляют дачу и позволяют писать за границу. Правда, Пастернак вскоре умирает. Вот это и есть оттепель. Хрущев через несколько лет после смерти Пастернака рассказал Эренбургу, что, прочитав доктора Живаго, с изумлением не нашел там ничего контрреволюционного. Меня обманули, сказал Хрущев. В воспоминаниях Хрущев скажет, что виноват Суслов. Хрущев напишет, что особенного произошло бы, если бы доктора Живаго опубликовали. Да ничего.